Мы говорим человек. А кто же такой настоящий человек? Галина Фёдоровна. Галина Фёдоровна была народным и заслуженным учителем Российской Федерации, отличником народного просвещения. Она награждена почётной грамотой губернатора Пермского края, почётным знаком города Перми за заслуги перед городом Пермь. Более 30 лет Галина Фёдоровна возглавляла лицей номер 4, который благодаря её управленческому таланту вошёл в число лучших школ Пермьского края. Сегодня воспитательная система лицея основана на бережном сохранении традиций, которые заложила Галина Фёдоровна. Интересно, а что об этом думают наши педагоги? Здравствуйте, Ольга Владимировна. Мы ученики 4-го класса, и мы участвуем в проекте «Голос России». Мы хотим вам задать несколько вопросов по Галину Фёдоровну. Это интервью пойдёт в наш проект. Как вы думаете, каким качественным мнением Галины Фёдоровны должен обладать идеальный учитель? Я думаю, и, наверное, я с ней совпаду в этом мнении, что учитель должен быть образованным, он должен любить свою работу, свой предмет, который он предподаёт. И, конечно же, учитель должен уважать, любить, наверное, но больше всё-таки уважать детей, ценить детей. Я думаю, что вот эти два основные качества, которыми должен обладать учитель, и так считала Галина Фёдоровна, и, в принципе, я работаю по такому же принципу. Наталья Фёдоровна, как Вы считаете, каким качеством должен обладать цельный учитель по мнению Галины Фёдоровны? Ну, надо сказать, что Галина Фёдоровна, она вообще, её можно считать на самом деле тем учителем, которого можно назвать идеальным. Это человек, которая отдала всю свою жизнь служению детям. У неё был такой девиз – служить детям. И она всю свою жизнь, работая в школе, работая директором, с педагогами, она говорила эту фразу как на путьстве – служите детям. Вот тот педагог, который целью, наверное, ставит сделать всё, чтобы дети были умными, воспитанными, хорошими людьми, гражданами нашей страны. Галина Фёдоровна всегда это подчёркивает разговор с учителями. С учителями она об этом говорила, что поколение, которое российских граждан, оно в наших руках. Вот учитель, который хорошо понимает эту задачу, который служит детям, который своим примером готов вдохновлять, восстановлять, поддерживать, развивать способности у ребят, я думаю, по её мнению, и есть идеальный учитель. Здравствуйте, Людмила Ивановна. Какими качествами по мнению Галины Фёдоровны должен обладать идеальный учитель? Вот смотрите, ребята, сама Галина Фёдоровна, она уже была учителем с большой буквы. И этого же она требовала от своих коллег, от своих учителей. Она их очень уважала, она их ценила, их достоинства, их учебные все навыки, их педагогические навыки. Поэтому для неё учитель должен быть обязательно добрым, обязательно любящим детей. Потому что человек, любящий детей, и будет этому добру, этой любви учить и своих учеников. А ещё она требовала от них хороших знаний, чтобы они сами были всесторонне развитые, грамотные. И тогда результат будет налицо. Потому что учителя учат детей, а они могут учить только добру тогда, когда сами добры, терпеливы, умны, любят детей. Поэтому вот такими Галина Фёдоровна видела учителей своего лицея. И она требовала от них, чтобы они были именно такими. А теперь такой вопрос. Как Галина Фёдоровна общалась со своими учениками? Интересный вопрос. Вы знаете, я вспоминаю её сразу, когда она говорила, «У меня трое детей. Дочь, сын и школа». А под словом «школа» она, конечно же, предразумевала детей. И она их любила так же, как своих родных. Она с ней была и строга, когда необходимо было. Она с ней была и добра. Она с ней была терпелива. Она могла их наставить на верный путь. Учителя и ученики бережно хранят воспоминания о Галине Фёдоровне. В её честь была запущена серия фестивалей и мероприятий. Галина Фёдоровна была не только директором и учителем лицея, но ещё и прабабушкой нашего одноклассника Данила. Данил, какая она была? Расскажи, пожалуйста, о ней. Я запомнил свою бабушку добрый, весёлый и в то же время умный и справедливый. Память о бабушке останется навсегда в моём сердце. 27 декабря 2022 года ушла из жизни Галины Фёдоровны и Коникова, основатель и первый директор лицея номер 4, преданная своей учительской профессии до конца своих дней. Действительно, жизнь Галины Фёдоровны является примером преданности выбранному делу и служения людям. Мы выбрали самую лучшую кандидатуру для конкурса. Сейчас вся Россия узнает о нашей Галине Фёдоровне. Галина Фёдоровна настоящий человек.